Ситуация с подачей питьевой воды в городе Тобл и селе Заречное обостряется до критической. Теперь речь идет о том, что уже существующий график отключения воды значительно ужесточат. Напомним, что с мая этого года людей уведомили о времени отключения, и вода в кранах стала исчезать на 12 часов в сутки, по 6 часов днем и ночью. Вымыть руки или, к примеру, постирать теперь можно только по графику. На вопросы жителей в прямом эфире в соцсетях коммунальщики дали ответы на особо острые вопросы. Временно, по их мнению, ситуацию может улучшить дождь. Возможностей по увеличению объемов подачи воды нет. Она может только возникнуть в случае прохождения осадков атмосферных. Вот если есть что-то у нас на пятницу, будем надеяться, что будет, тогда ситуация может исправиться. То есть, проще говоря, должен быть дождь? Проще говоря, должен быть дождь, конечно. А пока люди жалуются и на то, что даже в те часы, когда воду дают, напор слабый, и она течет из крана грязной. Из строя выходят стиральные машины и водонагреватели. И на это у коммунальщиков есть объяснение. Вода, в любом случае, понимаете, при таком режиме оборудование, когда включается, выключается, в любом случае, в первое время, конечно, когда при включении, это минут 10-15, вода идет не лучшего качества. Это надо признать. Когда режим работы оборудования стабильный, то этого нет. Корень зла коммунальщики видят в увеличившемся количестве потребителей из-за строительства целого микрорайона в селе Заречное и Поливе. Подачи технической воды ни в Тоболе, ни в Заречном не производится. И другого выхода, кроме как поливать свои огороды питьевой водой, у людей нет. Осложняет ситуацию установившаяся жаркая погода. С нашей стороны, как предприятие, наше оборудование работает все в полном режиме, на полную загрузку, даже немножко выше. Если у нас мощность водозабора 3880 кубов в сутки, то мы выдаем 4100 кубов. Нашим потребителям. Но при этом потребление на вчерашний день составило 4890 кубов. Как пояснил представитель отдела ЖКХ, на сегодня из областного бюджета уже выделены средства на строительство водовода от Кустаная до Заречного. Подключат от этого источника и село Октябрьское. Однако, произойдет это не скоро. Подача воды стабильная будет только со следующего года, так как на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация и объявлен конкурс на строительно-монтажные работы. После проведения конкурса в государственных закупках будет уже начата работа по строительству водопровода. То есть от города Кустанай до села Заречное. А пока разыгрывается конкурс, жителям Тобла и Заречного не остается ничего другого, кроме как запастись терпением, емкостями и научиться расходовать воду в крайне экономном режиме. До октября воду продолжат отключать ежедневно и вполне возможно с еще большим ужесточением. Яна Гала, РТН